Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичен. Сегодня у меня будет видео, которое я очень долго планировала для вас снять. Надеюсь, что оно будет для вас интересным. Я хочу в этом видео вам показать свою коллекцию схем для вышивки по мотивам серии средневековых гобеленов Дама и Единорог или Леди и Единорог. И думаю, что самые внимательные зрители помнят, что я об этом уже говорила, во-первых, в своем приветственном видео, а во-вторых, недавно в ответе на тег «Тогда и сейчас». Оставлю ссылки на оба этих видео для тех, кто их еще не посмотрел и захочет это сделать. И там я уже упоминала, что название моего канала напрямую связано с моим желанием воплотить в крестиках все эти шесть гобеленов. И сегодня я вам хочу не только в этом видео показать эту серию схем. Это будут пять схем от фирмы Scarlet Queens и шестой гобелен по схеме Golden Kite, но также и чуть более подробно объяснить, почему именно для меня важна эта серия гобеленов, какой в них заключен символизм и философский смысл. В некотором роде это видео будет похоже на формат вышивальной лекции, отличие от того, что я вам буду просто рассказывать, а не вышивать одновременно, как это было в двух предыдущих частях об Уильяме Моррисе и Альбрехте Дюрере. Тоже оставлю ссылки на эти два видео для тех, кто еще не знаком с таким форматом на моем канале. Итак, вначале я буду вам рассказывать о некоторых важных пунктах, важных для понимания символизма этих средневековых шпалер. И затем уже мы с вами в этом же видео внимательно рассмотрим все схемы, все сюжеты, и я расскажу их технические характеристики. Думаю, что видео получится достаточно длительным, вы сможете и послушать его, возможно узнать что-то для себя новое, интересное и полезное, и также повышевать. Желаю всем приятного просмотра. Итак, в кадре уже появятся схемы, но внимательно мы с вами сможем их рассмотреть в свою очередь, друг за другом, и я отдельно буду останавливаться на значимых деталях каждого из гобеленов. Но вначале хочу вам немного рассказать в качестве вступления о средневековом искусстве, о средневековой эстетике, и также хочу показать вам одну книгу. Это книга итальянского философа, историка и культуролога Умберто Эка. Называется она «Искусство и красота в средневековой эстетике». Эта книга мне очень понравилась, я могу ее порекомендовать всем, кто интересуется средними веками, но также могу сказать, что эта книга все-таки является научной, а не столько научно-популярной или просто художественной. И чтобы хорошо понимать смысл, вкладываемый автором в свои выводы, которые делаются в этой книге, все-таки нужно некоторое предварительное понимание, некоторые предварительные знания о средних веках. Но надеюсь, что тех, кто по-настоящему сильно интересуется данной темой, такое вступление не отпугнет, и возможно, кто-то захочет прочитать эту прекрасную книгу. Эта книга мне во многом помогла при анализе символизма данных гобеленов, однако она не посвящена полностью тематике данной серии гобеленов «Леди и единорог». И также я читала и другие работы других исследователей, уже узкоспециально посвященных анализу данных сюжетов. Но вначале хочу вам рассказать несколько слов о принятой в средние века трактовке искусства и общем отношении к символизму. И некоторые буду приводить цитаты из книги, которые вам только что показала. Во-первых, стоит отметить, что средневековая теория искусства обращается к античной традиции. Здесь стоит прежде всего отметить именно труды Аристотеля, а также работы философов-стойков и из римской традиции Цицерона. Само понятие «арс» — искусство, восходит к греческому, означающему «доблесть» и «добродетель». И итальянский философ и теоретик культуры Умберто Эко считает, что искусство прежде всего относилось к области делания, а не действия. И эта область делания регулировалась сферой нравственности в категориях благоразумия. Таким образом, можно заключить, что искусство — это знание, оно творит предметы, наделенные собственной самодостаточностью. И приведу латинскую цитату и затем дам вам перевод. «Arsines scientia nihil est» — это означает «искусство без знания ничто». И эта цитата, на мой взгляд, как никакая другая, наилучшим образом подходит для характеристики серии гобеленов «Леди и единорог». В средневековой традиции символизм и аллегоризм воспринимались как синонимы. Но сейчас, в современной западной традиции, мы разделяем эти понятия и разграничиваем их. Что же такое символ? Символ тоже восходит к греческому слову «симболон». Это слово может переводиться как «условный знак», «сигнал», то, что отсылает к определенному качеству другого объекта. И иногда даже сами понятия «символ» и «знак» различаются. И в данном случае символу придают более глубокое духовное, наполненное значение, а знак выступает нечто поверхностным при таком разграничении. Но если мы обратимся к различию между аллегорией и символом, то такое разграничение стало проводиться только не ранее эпохи романтизма, то есть заметно спустя века после эпохи Средневековья. И чтобы проследить это разграничение, я предлагаю вам послушать афоризм немецкого писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте. Итак, давайте послушаем. Аллегория превращает явление в понятие и понятие в образ, но так, что понятие всегда очерчивается и полностью охватывается этим образом, выделяется им и выражается через него. Символ превращает явление в идею и идею в образ, но так, что идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконечно действенной и недостижимой. И даже будучи выражена на всех языках, она все же остается невыразимой. А теперь давайте перейдем более конкретно к нашему циклу гобеленов, циклу гобеленов «Дама» и «Единорог», а также встречаются варианты «Дама» с «Единорогом» и «Леди» и «Единорог». Думаю, что я в дальнейшем буду называть какое-то одно из этих трех названий, мне все три одинаково нравятся, я считаю, что они все три соответствуют тематике сюжетов и не буду придерживаться какого-либо одного названия. Но почему это название считается условным? Потому что мы не знаем, как именно были названы данные гобелены и даже доподлинно неизвестна ни дата их изготовления, ни мастера. Но я встречала, что чаще всего ученые склоняются к тому варианту, что эти гобелены были выполнены фламандскими мастерами в самом конце XV века, иногда называются даты до 1500 года, иногда даты 1490-1495, то есть за пять лет были выполнены все гобелены. Их на данный момент сохранилось шесть, и скорее всего их и было шесть, однако существует мнение французской писательницы Жорж Санд, что гобеленов было восемь, она даже описывает в одном из своих романов еще два гобелена, которые не сохранились, и никто не засвидетельствовал вообще присутствие этих двух сюжетов. Но почему в этой истории необходимо отметить Жорж Санд? Потому что она является автором названия «Леди Единорог», и именно она обнаружила эти гобелены в 1841 году в подвалах замка Бусак, и в наши дни эти гобелены, все шесть, экспонируются в отдельном зале в Государственном музее Средневековья, музее Кулини во Франции. Я не была во Франции и не была, соответственно, в этом музее, но после того, как я узнала существование этих гобеленов, мне захотелось когда-нибудь осуществить еще одну свою мечту и посмотреть на оригиналы этих гобеленов, и, возможно, это случится до того, как я вышью всю эту серию, возможно, после, но мне бы этого очень хотелось. Дальше хочу вам немного рассказать о версиях происхождения гобеленов, точнее, я приведу вам одну из них самую легендарную, самую наполненную символизмом, на мой взгляд. Эта версия гласит, что сын султана Мехмеда II, того самого турецкого султана, под командованием которого, был захвачен Константинополь в 1453 году, и именно этим событием завершается история Византийской империи. Так вот, его сын, принц Джем, также можно встретить другое написание его имени, Зизим, но в Европе он был известен как принц Джем, мог заказать эти гобелены в подарок для своей возлюбленной Елены Филиппы де Сосинаш. Про принца Джема известно, что он был поклонником оккультных наук, мистики, и серьезно интересовался алхимией, а также у него была мечта, главная идея его жизни, свадьба Востока и Запада, выраженная в алхимическом соединении. И в пользу этой версии происхождения гобеленов говорят многие детали, которые мы с вами чуть-чуть попозже рассмотрим на каждом из гобеленов. Но прежде чем я буду показывать вам каждую схему и обращать внимание на некоторые значимые детали, а также, конечно же, говорить вам все технические данные, которые необходимо знать для вышивки данных сюжетов, потому что в этом видео я хочу соединить и вышивальную часть, и некоторую часть вышивальной лекции, формата, который многим зрителям понравился. Напомню, что у меня есть уже видео о других вышивальных лекциях, в частности, оставлю вам ссылки на два видео о художнике Уильяме Моррисе и о художнике Альбрехте Дюрере. Итак, попытки толкования аллегории неизменно приводят нас к осознанию многоинтерпретативности символов, с ними связанных. И давайте выделим основные для понимания философии цикла шпалер «Дама» и «Единорог» несколько таких значимых символов. Это, собственно, главные герои, единорог, лев, дама-душа, дама на этих гобеленах олицетворяет душу, также не на всех, но на части гобеленов присутствует служанка дамы, служанка сознания, обезьянка, тоже гость не каждого гобелена, и остров, на котором разворачивается действие. Единорог символизирует совершеннейшую чистоту, трансцендентность и духовное начало, это идеальный дух. Лев, наоборот, символизирует материю, отсылает нас к господству материального начала. Что касается дамы и души, то здесь возможны две трактовки. Во-первых, дама представляет собой душу отдельного человека, но также есть и вторая версия, что дама представляет анима мунди, то есть мировую душу. Также важна символика острова, как пространство, где разворачивается действие. Примерно в ту же эпоху, когда были созданы эти гобелены, появляется произведение английского мыслителя и политического деятеля Томаса Мора «Утопия». Возможно, многие из вас знакомы с этим произведением, даже если не читали его в оригинале, то знают о том, что это произведение положило начало целому жанру в политической философии, созданию идеальных миров, идеальных государств. Но здесь я употребляю слово «идеальных» в значении философии идеализма, а не в значении того, что это что-то лучшее и образец, к которому нужно стремиться. Хочу немножко вам еще сказать по поводу самого названия книги Томаса Мора. «Утопия» — это название острова, на котором есть общество и государство, которое он описывает. Интересное название. Название создано из греческих слов. «Топос» — это место, земля, пространство. Тоже важное понятие философии, понятие пространства. Возможно, когда-нибудь позже я вам тоже расскажу немного о философии пространства. А «У» — это отрицательная частица, но чаще всего в греческом языке отрицательной частицей выступает «А». И если бы это было название «Атопос», то это было бы место, которого нет. Но поскольку это «утопия», «утопос» означает место, которого не может быть. Вот здесь как раз возникают только новые вопросы, почему именно так было названо это произведение, назван этот остров, но часто ошибочно переводят название произведения Томаса Мора как «место, которого нет». Но если знать тонкости древнегреческого языка, то можно понять эту тему гораздо глубже. Уже в нашем случае остров в данной серии гобеленов представляет собой ограниченное пространство совершенствования души и знаменует преодоление противоречий духовного и материального начала. Другая важная деталь, присущая эпохи изготовления данных шпалер — это мильфлёр. Мильфлёр в переводе с французского означает «тысяча цветов». Думаю, это слово многим знакомо. И это стиль украшения фона многочисленными цветами и лиственными растительными орнаментами, которые можно практически бесконечно разглядывать. Вся серия состоит из шести гобеленов. И первые пять отсылают нас к человеческим чувствам. А шестая шпалера называется «Emon seul désir». По-французски это означает «моё единственное желание». Но какое это желание, чуть позже мы с вами тоже узнаем. И некоторые исследователи полагают, что на создание именно шестого гобелена повлияли комментарии к диалогу Платона-Пир, выполненные Марсилио Фичино. Марсилио Фичино — это итальянский деятель, гуманист, мыслитель. И именно он возродил Платоновскую академию во Флоренции. А что касается диалога Платона-Пир, то это тоже такое не самое однозначное произведение. Я читала этот диалог уже три раза. И, в принципе, перечитывая его каждый раз, можно открывать некоторые новые смыслы. Но если кто-то из вас не читал это произведение и, возможно, после моего видео захочет с ним ознакомиться, то хочу обратить ваше внимание, что самая главная ошибка, которую нельзя совершать, это пытаться понять сказанные там речи в прямом значении. Также стоит отметить, что Марсилио Фичино, он всё-таки был поклонником философии неоплатонизма, которая в некоторых аспектах отличается от изначальных идей Платона. И если мы будем трактовать название шестого гобелена именно в традициях философии неоплатонизма, то это название «Моё единственное желание» могло бы прозвучать как «Красота души – это единственное, чего жаждет моя любовь». Именно в таком понимании, мне кажется, и стоит рассматривать шестой гобелен. Но также возможен ещё этический и философский подход к сюжету, который открывает уже для нас новые коннотации. Так душа каждого человека отвечает за моральный выбор. Подчинив материальное начало, можно постичь свободу духа. И если мы будем рассматривать гобелены именно с этих позиций, то можно выстроить их определённым образом, в определённой последовательности, как шаги души на пути от господства материи к господству духа. И первым учёным, который предложил такой порядок, был Де Фораминьян. И именно в таком порядке, в каком предложил рассматривать данную серию этот учёный, я буду вам показывать свои схемы и буду комментировать некоторые аспекты символизма каждого сюжета. Итак, мы с вами дождались. Вот первый гобелен. У меня первые пять гобеленов будут вышиты по схемам Скарлетт Куинс. Это схемы американского производства. И была возможность приобрести эти сюжеты в двух вариантах. Более маленькой версии, но это, конечно, условно, потому что есть просто очень большая версия. И в большой версии. Но поскольку у меня очень большой будет сюжет от Golden Kite, шестого гобелена, чтобы точно успеть вышить все эти сюжеты, я выбрала маленький вариант. Но сейчас мы посмотрим с вами более точно. Также хочу сказать, что эти схемы я приобретала шестого гобелена уже, получается, три года назад. А вот эти схемы Скарлетт Куинс два года назад. По системе предзаказа в интернет-магазине Bonbon. Оставлю ссылку на этот магазин для тех, кому это может быть интересно. Но могу сказать, что, как я поняла, достаточно сложно приобрести эти схемы вне Соединенных Штатов Америки. Потому что, если обратиться к официальному сайту, то, по крайней мере, так было два года назад, я встретила там информацию о доставке схем только по территории США. А их нельзя приобрести в электронном виде. Вся покупка представляет вот такую схему, распечатанную, переплетенную на пружинку. И также еще прилагается вот такой пакетик для этой схемы. Но их я уже сняла, чтобы нам не отсвечивала картинка. Итак, вот этот сюжет. Вот гобелен осезания или sense of touch, как называется этот гобелен на английском языке. Артикул этой схемы UNK024S. S, потому что это вариант смолы. И эта схема была разработана в 2008 году. Если мы откроем данную книжку, то увидим, что только первая обложка здесь глянцевая. Дальше это плотная, но обычная бумага. Здесь присутствует ключ в DMC. И здесь он не разбит на чистые цвета и бленды. Здесь мы видим все символы. И рядом с символом указаны номера DMC. Здесь ключ только в DMC. И здесь мы видим, что блендов очень-очень много. Здесь цвета не посчитаны. Но я уже много раз рассматривала эти схемы. Я себе записала все основные детали, которые необходимо знать. И я вам с удовольствием их сейчас сообщу. Итак, sense of touch. Будет этот сюжет. Давайте я вам покажу снова обложку. Чтобы вы могли рассмотреть сюжет получше. Этот сюжет имеет размер 470 на 403 крестика. И скажу вам, размеры на 16 конве. Скорее всего, я буду вышивать их на 16 аиде. Но еще пока не решила. Производитель указывает в схеме два варианта размера для 16 и 18 каунта. Итак, на 16 каунте итоговый размер будет 74,7 на 78,2 см. Здесь всего 143 различных значка в схеме. Это 19 чистых цветов и 124 бленда. Видите, бленды преобладают просто с большим отрывом. Всего здесь 42 листа схемы. 6 рядов по 7 листов. И размеры листов различны. Давайте я вам покажу, что схема достаточно мелкая. Так, давайте откроем. Вот так выглядят листы схемы. Значки здесь, в принципе, понятные. Но поскольку их много, то эта работа не представляется легкой. Так, стандартный размер листа 77 на 98 крестиков. И это вмещается вот в такой один лист А4. Но здесь присутствует и, например, последний ряд листов. Вот такой совсем небольшой. Кроме того, здесь присутствует в схеме на обороте, на последней странице, расход нитей каждого цвета. И для варианта вышивки на 16 конве, и на 18. Причем здесь достаточно подробно это указывается. Не только количество полных мотков, но, например, здесь есть и указания в метрах и даже сантиметрах, а также в ярдах для цветов, которые используются совсем немного. Например, вот в этой схеме мы видим, что цвета 987 используется всего 1 метр. В то время как, например, 309-го 8 полных мотков. Ну, а теперь я вам немножко расскажу по поводу путешествия дамы души к самосовершенствованию и как она начинает его на первом гобелине. На гобелине осязания дама одной рукой держит прямоугольный стяг, а это атрибут льва из геральдической символики. Другой рукой она касается рога-единорога, и это указывает на стремление души к высшему началу. На талии дамы присутствуют цепи. Они означают путы материи. Также здесь животные, изображенные на картине. Все, кроме птиц, закованы в цепи. В символике осязания присутствует отсылка к противостоянию, так как мы видим щиты у единорога и у льва. В знак принятия дамы важного решения, обозначения поворотного момента в ее судьбе, здесь присутствует изображение обезьянки. Сейчас я покажу вам, чтобы можно было рассмотреть, потому что сразу ее можно не заметить. Вот здесь присутствует обезьянка, и вот она тоже прикована цепью. Обезьянка присутствует только на тех габелленах, где дама-душа должна качественно переродиться или принять важное судьбоносное решение. Так, давайте посмотрим на следующий этап. Следующий этап это габеллен вкус. На габеллене вкус лев и единорог поменялись своими стягами. У льва это квадратное знамя, у единорога треугольное. Вот мы видим, что они держат знамена друг друга. Это прирученный сокол, который сидит на руке дамы. Вот этот сокол, конечно, видно не очень удобно, потому что сюжет достаточно мелкий. Он представляет практический разум, а дама-душа демонстрирует нам амбивалентность человеческого разума как практического и чистого. Здесь, конечно же, сразу вспоминается теория Канта. И согласно теории немецкого философа Эммануила Канта, практический разум подчинен гипотетическим императивам материального мира, а чистый направляется категорическими императивами мира духа. Конечно, эта философская цитата, возможно, на первый взгляд и на слух сложна для понимания, но, возможно, в будущем у меня будут и некоторые видео с рассказами для вас, в том числе и о философии Канта. Также хочу сказать, что, возможно, в этом видео я употребляю какие-то сложные и специализированные термины. Пожалуйста, если вы действительно хотите разобраться, уточнить, не бойтесь. Если вы этого не знаете, пожалуйста, пишите мне в комментариях все свои вопросы. Вы можете также мне писать вопросы, например, в личных сообщениях ВКонтакте или в Инстаграме. Я вам обязательно всем отвечу, если не хотите задавать вопросы в комментариях. Но также буду, конечно же, рада всем вашим вопросам, всем вашим комментариям. Но просто как нельзя лучше эта теория Канта соответствует гобелену вкус или sense of taste на английском. И эта схема тоже Scarlet Queens. Артикул UNK008. Смолая у меня версия. То есть, видите, да, если версия смола уже более 400 крестиков по одной стороне, как мы убедились в первом гобелене, то какая бы была большая полная версия. Эта схема, по-моему, самая новая из этой серии. То есть, с 2013 года здесь стоит дата. Здесь тоже одинаково выглядят все схемы внутри, поэтому не буду останавливаться каждый раз. Оставлю вам картинку, чтобы вы могли повнимательнее пока рассмотреть этот сюжет. Хотя, к сожалению, он все-таки немножко бликует из-за глянцевой обложки. Итак, гобелен вкус – это самая большая вышивка из всех пяти сюжетов. Размер в крестиках 575х481, а в выполненном виде на 16 конве 91,2х76,5 см. Здесь всего 148 различных значков в схеме, при этом чистых цветов всего 5 и 143 бленда. В этой схеме 48 листов, 6 рядов по 8 листов. И размер большого листа здесь будет 77х95 крестиков. То есть, схема тоже достаточно мелкая. Давайте перейдем к третьему этапу. Пути дамы. И третий этап – это вот такой гобелен, который называется «зрение» или «sense of sight» на английском. Называется данная схема. И это артикул UNK 016S, тоже в формате смоле. На гобелине «зрение» взгляды дамы и льва направлены друг от друга, что можно интерпретировать как отказ дамы души подчиняться материальному началу. Взор дамы обращен на единорога. Единорог отражается в зеркале, а зеркало здесь является символом безмятежного покоя сознания. Отдыхающий единорог – это душа, обращенная к миру духа. Если обратиться к техническим характеристикам вышивки по этой схеме, то размер в крестиках 400 ровно на 376, на 16-й конве – это 63,5 на 59,7 см. В этой схеме 137 различных значков, 12 чистых цветов и 125 смешанных. Всего в схеме 24 листа, 4 ряда по 6 листов. И этот дизайн был разработан в 2008 году. И давайте посмотрим на следующий, на четвертый сюжет. Четвертый этап, который преодолевает дама душа, изображается нам вот в таком сюжете. Это гобелен обоняние или sense of smell. На этом гобелене дама держит в руках букет цветов. И в этом сюжете вновь присутствует обезьянка. Ее можно увидеть на скамеечке, которая находится справа от дамы. Вот здесь находится обезьянка. Здесь лев и единорог держат снова знамена. И снова это противоположные знамена. Знамена друг друга. На гобелене обоняние дама сплетает цветочный венок, который сейчас у нее в руках. Появляются снова щиты и у льва, и у единорога. Противостояние все еще продолжается. Обезьянка здесь вновь присутствует уже как символ интуиции. и указывает на совершение морального выбора. Также на талии дамы можно рассмотреть францисканский пояс-веревку, который означает ее окончательный выбор в пользу духовного. И можно рассматривать таким образом венок, который дама сплетает, как ее подношение к Богу. И вот так, если увеличить, уже лучше видно и букетик, и пояс-веревку на талии дамы. Это сюжет, разработанный в 2010 году. Артикул схемы UNK023S, потому что это версия смолая. Размер сюжета в крестиках 406х486. На 16-й конвей это 64,5х77,2 см. В этой схеме всего 131 различный значок. Из них 6 это чистые цвета. И 125 смешанных цветов. Общее число листов в схеме 36. 6 рядов по 6 листов. Хотя мы видим, что все-таки в итоге этот сюжет будет не квадратной формы, а прямоугольной. Хотя по листам можно сделать и противоположный вывод. Остается пятое чувство. Это слух или A Sense of Hearing, как называется эта схема, имеющая артикул UNK011S. И это самый первый дизайн по хронологии разработки его фирмы Scarlett Queens. Он разработан в 2004 году. Размер сюжета 318х410 крестиков. На 16-й конве это 50,5х65 см. В этой схеме 133 различных значка. Это 9 чистых цветов и 124 смешанных. А всего в схеме 25 листов. 5 рядов по 5 листов. И это гобелен. Слух, на котором царит умиротворение и гармония. Здесь все герои наслаждаются спокойствием, все отдыхают. У единорога и льва уже нет ни плащей, ни щитов. Они держат знамена уже каждый свое. Единорог треугольное. А лев прямоугольное. И также иногда этот гобелен называют музыкой сфер. Дама играет на арфе. И уже готова к главному своему шагу, который отражается на шестом гобелене. И сейчас я вам покажу шестой сюжет. Вот так выглядит шестой сюжет у меня на превью схемы от Golden Kite. Артикул 1203 Lady and Unicorn. Это версия Special, как указывается в схеме. А также я вам сейчас вставлю фотографию оригинального гобелена, чтобы вы лучше могли рассмотреть цвета, потому что мне кажется, что это не самая удачная распечатка. Но я приобретала эту схему тоже в интернет-магазине Bon Bon. И приобретала ее уже в распечатанном виде. А пока вам расскажу, что у нас на экранах шестой гобелен. «Emon Sol Desire» – мое единственное желание, в котором все материальное уже преодолено. Единственным желанием выступает достижение мудрости и единение с духом. Шатер символизирует алхимическое преображение, предстоящее даме. Она готовится в него войти, но перед тем, как в него войти, она расстается с богатым колье, которое снимает себя и убирает его в сундук. Также стоит отметить, что некоторые толкователи этих гобеленов полагают, что наоборот. Перед тем, как войти в шатер, дама берет богатые украшения из сундука, принесенного ей служанкой. Но я скорее соглашусь с первой точкой зрения, что дама снимает это колье и убирает его в шкатулку. Лев и единорог тоже уже не воюют друг с другом. Они вместе распахивают полок шатра и помогают даме. Появляется маленькая собачка слева от дамы, которая лежит на подушках. Эта собачка выступает символом подчинения инстинктивных порывов рациональному началу. И в целом можно заключить, что цикл гобеленов дама и единорог повествует о достижении гармонии души и духа. Убеждает нас в возможности осуществления такого порядка среди людей. В человеческом обществе единение мысли Востока и Запада тоже достижимо. И еще немного о вышивальных характеристиках этого сюжета. Вот такой замечательный сюжет «Шестой гобелен». Теперь я думаю, что мои зрители понимают, почему я не могу приступить к вышивке этого шестого сюжета в начале. Почему я не могу нарушить эту наполненную символизмом и глубоким смыслом философию данной серии гобеленов. Так что нельзя нарушать эту магию и этот символизм, просто относясь к этому сюжету как к красивой картинке. А важно вслед за дамой душой, мировой душой пройти весь путь преображения. Но этот сюжет прекрасен и, наверное, это самый объемный, самый сложный сюжет, который на данный момент я встречала. И, по крайней мере, самый объемный, который есть у меня в запасах. Сейчас я немножко отдалю камеру и покажу вам, как выглядит распечатанная схема. Вот так выглядит распечатанная схема. Всего здесь 252 листа. И выглядит она практически как пачка бумаги, хотя в пачках компьютерной бумаги обычно 500 листов. Но впечатление создается именно такое. Одной рукой поднять это абсолютно невозможно. Этот сюжет будет составлять 997 на 820 крестиков. И, например, если бы вышивался он на 14 канве, то размер вышивки был бы 181 на 149 сантиметров. Изначально я планировала вышивать этот сюжет на 14 канве. Потому что мне нравится 14 канва и потому что я считаю, что схемы Golden Kite настолько хорошо проработаны, что их совершенно не портит даже такая для кого-то крупная канва, как 14. Но здесь я столкнулась с одной проблемой. Как мы видим, здесь еще указан размер требуемой канвы с запасами. Так, необходимо было бы целых 197 сантиметров на 165. Во всех магазинах я встречала самую большую ширину полотна канвы Zweigart 150 сантиметров с учетом 2 сантиметров по краям кромочной ткани. То есть для вышивки максимально можно использовать только 148 сантиметров. А здесь, даже если бы у нас не было никаких припусков и мы бы нашивали дополнительную ткань, вышивка составляет 149 сантиметров. То есть это не представляется возможным. Тогда я решила вышивать ее на 16 канве и сейчас я придерживаюсь такого же мнения. На 16 канве она будет 159 на 130 сантиметров, а отрез требуемой канвы 175 на 146 сантиметров. Но в 16 канве я чаще встречала в магазинах только варианты с шириной 110 сантиметров, что опять-таки мне не подходило. Но однажды где-то спустя полтора года после приобретения этой схемы я увидела в интернет-магазине Max Stitch канву Аиду венгерского производства 16 каунта шириной 150 сантиметров. И я приобрела большой отрез. Мне точно хватит уместить всю эту работу, потому что здесь даже производитель рекомендует 146 сантиметров высоты, а ширина того отреза будет высотой в моей работе, а у меня это целых 160 сантиметров. И это прекрасно. Также по поводу цветов ниток. В этой схеме используется 97 чистых цветов и 75 блендов. И покажу один лист схемы поближе. Вот так она выглядит. Эта схема, конечно же, намного более крупная, чем схемы Scarlett Queens. Здесь один лист, это всего лишь 51 на 72 крестика. И работать с такого размера схемой гораздо проще и приятнее. Но все равно в шестом сюжете работы предстоит намного больше. Также хочу сказать, что это сюжет разработанный в 2008 году. А я сейчас для вас снимаю это видео в 2018 году. И за ровно 10 лет от презентации этого сюжета я еще не встретила ни одной готовой работы, полностью вышитой, и даже ни одного процесса, ни фото, ни видео формате, кто вышивал бы по этой схеме. Я видела некоторые фотографии по данному сюжету, но по схеме Hyatt, Heaven and Earth Designs в Инстаграме. Но проработка именно этого сюжета в производителе Heaven and Earth Designs мне не нравится. Мне, когда я увидела, что эта схема есть в Golden Kite, сразу захотелось приобрести именно этот сюжет. Хотя могу сказать, что, например, в Scarlet Queens тоже есть проработка именно этого дизайна. И, в принципе, возможно, если бы я не знала о существовании этой схемы Golden Kite раньше, а приобретала бы по предзаказу все схемы Scarlet Queens, у меня были бы все шесть схем одного производителя. Но я считаю, что так, наоборот, будет интереснее. Посмотрим, насколько отличаются данные сюжеты. Хотя, например, несмотря на общую цветовую гамму красных бордовых оттенков, преобладающих на фоне, и зеленоватых оттенков в листве, и в самом острове, на котором происходит действие, я смотрела, что, в принципе, различаются все цвета во всех и пяти гобеленах от Scarlet Queens, и цветовая проработка будет различна. Поэтому, конечно же, очень интересно будет посмотреть на эти сюжеты в готовом виде. Я не обещаю приступать к вышивке их достаточно быстро, но я искренне верю, что мой канал будет существовать долгие годы, и что вы обязательно сможете увидеть вышивку всех этих шести схем. Конечно же, не только их. Я очень люблю вышивать большие работы, работы по картинам известных художников. И я также планирую снять видео для вас о своей коллекции схем. Там я покажу другие сюжеты трех производителей. Heaven and Dove Designs, Golden Kite и Scarlet Queens. У меня есть этих фирм и другие сюжеты. Но могу сказать, что пока я еще не вышивала сюжетов по схемам Scarlet Queens, но в 2018 году я показывала вам это в видео о рукодельных планах. Оставлю на него ссылку. И там есть сюжет «Молодой заяц» по картине, по эскизу Альберта Дюрера. Я буду приступать к этой работе, наверное, в конце 2018 года. И это будет моя первая вышивка по схеме Scarlet Queens. А, скорее всего, второй вышивкой от этого производителя, которую я начну, станет гобелен. Первый из этих шести. И это гобелен Осизания, который мы с вами сегодня посмотрели. Буду с вами прощаться. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, что вам было оно интересным и полезным, что вы узнали для себя что-то новое. Повторюсь, что если у вас остались какие-то вопросы, или вы хотите поделиться своим мнением, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно, очень приятно почитать ваши комментарии. Не забывайте о возможности подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые видео. Если вам интересна эта тема, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Также хочу напомнить, что у моего канала теперь есть профиль в Инстаграм. Оставлю на него ссылку. Пожалуйста, все, кто пользуется Инстаграмом, приглашаю вас подписаться и следить за моими вышивками. В том числе и там. Еще раз большое спасибо всем за внимание и до скорых новых встреч. Всем пока!